Борис, генеральный продюсер музыкального телеканала Музыка Первого. Это один из тех телеканалов, который крутит ваши клипы, если есть здесь артисты. Поаплодируйте артистам. И если есть продакшн, они же все. Продакшн, да, это тот человек, который занимается своими собственными шоу, который занимается еще к тому же организацией фестивалей больших. Ребята, аплодисменты, 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 Борис. Ура! Спасибо большое, что ты к нам сегодня пришел. Для успешного клипа, для того, чтобы он попал в сон твоего внимания. Вот так эксперт, пожалуйста. Мне повезло. Сейчас мы сидели в комнатке, и к нам, ко мне туда пришли просто люди, которые, видимо, перед вами выступали или будут выступать, молодые артисты. И еще был режиссер. Режиссер, который снял уже много известных фильмов, достаточно таких современных. И он мне задал абсолютно тот же вопрос. И я сказал, и говорю мне сейчас, вот если вам это интересно, для меня лично первостепенно музыка. Почему? Потому что сейчас, ни для кого не секрет, мы все сталкиваемся с искусственным интеллектом. И он развивается такими семимильными шагами, что уже можно себе кому-то вырыть могилы уже, уходить, потому что то, что он начинает творить, и какие у него есть возможности и способности, у меня вызывает только панику. Что делать дальше? Поэтому сейчас очень просто сделать трек, загрузить туда и экспериментально получить версию, видео-версию, визуализацию своего трека. Что в музыке? В музыке то же самое. Понятно, есть искусственный интеллект, который по вашей заявке это может сделать. Но для меня очень важно, что человек, который пишет эту музыку, создаёт её, не конъюнктурно на кого-то обращая внимание, а не боится экспериментировать. Вот для меня это важно. К счастью, сейчас это будет из самой похвалы, да, я в индустрии уже 24 года. И я начинал с того, что я пришёл на радио работать. Я начинал на радиостанции как ведущий, я ещё из тех, безозойская эра, из той, когда ещё. Мы даже на радио, это ещё до начала 2000-х годов, мы ставили на кассетах. Да, 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 на кассетах, потом были мини-диски, потом были компакт-диски. И самое интересное было всегда, в то время особенно, то, получать материал на кассетах, которые переписывались. Пиратились, да, если как это сейчас уже не говорят, пиратятся, да, просто копировались. И тогда была интересная музыка именно на таких сборниках. Конечно, мы получали, вы, наверное, можете не знать об этом, были такие сборники, самые популярные студии «Союз». Их было там сначала 10, 20, потом 50. Там было всё то, что уже конъюнктурно было раскручено. Или кто заплатил деньги, мог попасть туда, он попадал во внимание радиостанции, телеканалов всех страны. Но были самобытные артисты, которые стали потом известны, которые писали свою. И они настаивали на том, что важно, чтобы там отражалась их суть. Как бы это сейчас литературно, пафосно не звучало, но сейчас тот же самый тренд. Мы познакомились там с ребятами, которые пишут свою музыку. И я им сказал, что важно тебя услышать в этой музыке. Очень много перебитых битов, треков, которые друг от друга копируются. Это не секрет, и это не страшно. Мы тоже многие всегда боимся, что кого-то копируют. Естественно, нам нужно свою базу на чём-то формировать. Почему не формировать на успешных людях? Но потом главное успеть себя не потерять. И через вот этот вот скилл, да, литгейс, как парень так говорит, да, себя уже продвигать. То, что внутри у тебя. И тут уже начинается, что смог ли ты себя показать? И смогли ли тебя услышать? То месседж, который ты закладываешь, хоть это и пафосно звучит, но уникальность любого артиста и музыканта состоит в том, что он смог сформировать своё сознание, ощущение, противодействие, может быть, даже противостояние в маленьком отрезке трёхминутном, двухминутном. И донести это, найти человека, который тебя понял. Ведь так и формируется аудитория, да, у любого артиста. Он находит тех людей, которые его начинают понимать, исчитывать. И они готовы за ним идти. Но для многих из вас, в любом случае, это же не кино, клип. Это всё равно некое такое видеооформление. Для вас всегда в наушниках или где-то в плеере музыка. Когда у вас настроение с утра хорошее, вы можете включить любой, даже, не знаю, музыку 90-х, и вам поднимут настроение. А вот когда у вас начинается внутреннее противостояние, у вас начинается переживание, вы хотите найти ту музыку, которая поймёт ваше состояние. Хорошо вам, плохо, но вот именно вот в эти душевные провалы, переломы мы находим ту музыку, которую мы начинаем считать классной. Нашей, моей музыкой. Который меня вытаскивает от этого, меня ведёт, меня спасает от каких-то разлук, меня спасает от увольнения. Или я вижу, что происходит в мире, и это мне даёт силы. Вы сами визуализируете этот трек. Вы сами для себя понимаете, как оно должно выглядеть в вашем сознании. Но вы не сможете изменить этот трек, потому что он в этом готовом состоянии попал вам в мозг, в душу, в сердце, в тело и проник. Поэтому, если это «Долгий спич» вам дал объяснение, что для меня важна вот эта самая составляющая, а как это потом визуализируется, ведь может быть ещё 50 версий этого клипа. Для меня важна музыка, простите за «Долгий спич». Очень вдохновляюще, я считаю, что эта сторона «Долгий спич» прожмучала практически как хозьба. Он был очень крутой, популярный, сейчас чуть-чуть он там, скажем так, поджирел, а «Элджи» в хорошем смысле. Была просто смешная ситуация. Мы нашли, ну, я, мы нашли трек, и он ещё его не было. Мы его нашли в интернете. И я такой говорю, это что-то прикольное, это какая-то вот, блин, интересно и биты, и подача, и всё остальное. И мы начинаем искать. И я выхожу, оказывается, что этого артиста подхватили, там тоже смешная история, подхватили его, есть такой лейбл «Зеон Мьюзик». Они занимаются вообще другим форматом, у них полмузыка. И тут они на то время некого такого альтернативного артиста подписали. И я говорю, он у вас? Он говорит, да. Я говорю, так давайте там чуть замутим. Он говорит, ты что, серьёзно? Я говорю, да, это интересно, прикольно, давайте. И мы пока долго разговариваем. Пока, ну, он сейчас будет сольник, я говорю, давайте мы поддержим. Ну, вот мы запустили продажу билетов. Я говорю, отлично, но если надо поддержать, ну, давай завтра свяжемся, если что-то не будет. И у них происходит такое, я перезваниваю, ну, что? Он говорит, Борь, мы вчера запустили, закинули там в рекламу 5000 рублей, и у нас sold out. Я такой думаю, вот, как бы, нужен был мой суппорт, да, извините, свободная словечка, нужна была моя поддержка или нет? Да, я его нашёл, да, это. Ну, так случилось, что они буквально там за 5-7 часов, они продали билеты, и, по сути, я им уже и не нужен. Всем бы быть как лжей просто, да, в такой ситуации? Ну, это не единственный случай. Таких было достаточно много, я слышал. И вот ответ на вопрос, то есть, как попасть. Попасть можно по-разному абсолютно. И, слава богу, уже прекратились вот эти вот, когда говорили платные ротации, там, всё остальное. Слава богу, прекратилось, что нужно обязательно иметь какие-то связи, сейчас найти контакт... Директоров? Директоров легко, социальные сети, там, есть имейлы, там, ну, всё что угодно, даже любые соцсети, которые, там, указывают, как связаться. Поэтому пути Господь неисповедимы. Но я, на самом деле...